Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация. Первое, на что нужно обратить внимание, это на то, откуда. Вы знаете, что мужчина не выходит на более, как вы пишите, на большее общение, из-за того, что ему изменяла жена. Теперь он думает, что все такие же. Понимаете, если человек думает, что все такие же, он имеет, в принципе, право так думать, то ему не надо бы с вами общаться вообще, вам не кажется. То есть если он общается с вами, если он проявляет по отношению к вам какой-то интерес, то, наверное, вы ему нравитесь. Если вы ему нравитесь, значит, в теории, в принципе, он, возможно, хотел бы с вами, ну, да, или не обязательно с вами, но хотел бы как-то отношение. Но теперь эти отношения мужчина, вероятно, будет выстраивать в большей степени так, как удобно ему. В большей степени так, как хочет он. А это большая проблема. Потому что если человек устраивает отношения так, как хочется ему, то это, в общем-то, другой партнер. В общем-то, это будет выстраивать. Да? Вот. И... Значит... Соответственно, ничего хорошего из этого не получится, в принципе. Вот. Это первое. Второе. Если человек сам знает, что у него проблемы, да, то ему нужно эти проблемы решать. Решать эти проблемы нужно, ну, конечно же, своим собственным путём, своими силами, вот, и никак не объективно, например, через вас, как это делает мужчина. Чтобы вы искали какие-то варианты, чтобы вы смотрели, как вы можете решить его проблему. Ну, то есть, эм, для меня это выглядит, как нежелание человека выходить из своего такого вот, ну, наверное, необычное, весьма выгодно положение, потому что положение, на самом деле, действительно выгодно в силу побольше того, что, эм, значит, эм, он ничем не рискует, вот, он может, эм, ссылаться на то, что обжёгся, соответственно, вы можете перед ним, эм, условно говоря, плясать, пытаясь, эм, ну, добиться, эм, от него в обратной связи, а он будет приступать только с приёмником. То есть, понимаете, даже если действительно есть травмированность, есть эта проблема можно и ныне решать. Вот. А он сейчас выглядит так, что человек просто-напросто использует вас, пытается вас себе подчинить. Может быть, там и есть страх, может быть, там и есть страх. Может быть, там есть действительно реальная травма, реальная проблема, но то, что человек ведёт себя безответственно и по отношению к вам, и по отношению к себе. в первую очередь, конечно же, к себе. Но и вы ведёте себя по отношению к себе достаточно безответственно. А если вы видите, что человек, грубо говоря, способен дать вам немного, вот, да, то вы, значит, принимаете то, что вам даёт человек. И всё. А вы пытаетесь, значит, получить от него больше. То есть, пытаетесь получить то, что вам нужно, то, что вы хотите. А это уже вопрос ваших желаний, ваших потребностей, которые вы пытаетесь реализовать с этим человеком. Понимаете? И это делает вас зависимым от мужчины. И если вы становитесь зависимым от мужчины, то падает ваша ценность для него. И, соответственно, можно вас использовать. Поэтому то, что вы выступаете инициатором в отношениях сейчас, на данный момент, это может быть и неплохо, может быть, мужчине действительно нужен толчок какой-то. Вот. Ну, то есть, чтобы его подтолкнули, да. Но выводить общение на новый уровень своими силами, тянуть это общение, тянуть человека, далеко не лучшая идея. Так вам на протяжении всех отношений придётся играть равенствующую роль. И если только вы не готовы к этому, если только вы не, ну, условно говоря, если только вы не готовы занимать такую вот доминирующую позицию на постоянно, не то в таком случае, конечно, да, можно пытаться, можно искать какие-то варианты, вот. Но если, если вы надеетесь, если вы надеетесь, что ситуация изменится, то есть если вы надеетесь, грубо говоря, что, ну, вот, в будущем, ситуация поменяется, если вы надеетесь, что мужчина будет вести себя по-другому с вами, если вы надеетесь на эти вещи, то так-то не стоит вести себя как-то так, как вам нести себя не хочется. Ну, просто стану, что ничего, абсолютно ничего, хорошего, ветвое, не получится для вас. Принцип. Вы потеряете время, вы будете разочарованы. Мужчина потеряет время, мужчина будет разочарованы. Ну, вот, в таком, примерно, кондексе все будет разочаровываться, потому что сейчас вы занимаете позицию родителя. по отношению к человеку, к сожалению, или к счастью, как бы особо, особо неважно, неважно это особо. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да. Вот. И соответственно, соответственно, подумайте, чего вы хотите. Дальше. Вот именно в дальнейшем, что вы хотите. Какими вы видите свои отношения со человеком. Понимаете? И соответственно, соответственно, в зависимости от этого, подумайте, а может ли, например, мужчина сейчас, вот именно сейчас, только сейчас, прямо сейчас, дать вам то, чего вы хотите. И если нет, а мне кажется, что нет, мне кажется, что нет. Я, конечно, могу ошибаться, да, я могу, конечно, быть не прав, но мне кажется, что нет. Человек не может вам дать того, что вы хотите. На данный момент. Наверное, в отношениях с ним. В отношениях с ним. Вступать пока что не стоит. Ничего хорошего. Из этого для вас не будет. Вот. Что можно сделать сейчас, если говорить о том, что сделать, именно, что сделать, то я думал, вот я думал, что вы могли бы больше давать ему свободу. Я думал, что вы могли бы больше давать ему какого-то человека. Плацдарма, что ли, для, ну, для своих, для действий. Плацдарма для возможных решений. Плацдарма для некого проявления себя. Вот. Я думаю так, если честно. Вот. Я думаю, что если у человека будет возможность, если у человека будет возможность себя проявить, если у человека будет возможность чувствовать себя, то вполне возможно, что ситуация как-то поменяется, потому что вполне возможно, что ситуация изменится, он станет более активным. Вот. Ну и, наверное, наверное, то, что нужно сделать, это всерьез поговорить с ним относительно того, чтобы он обратился к психологу за помощью, потому что самостоятельно он скорее всего с этой проблемой не справится. ну, если, если он действительно хочет с этим справляться. Вот. Вы поймите правильно, я не пессимистичен, просто очень много видел таких вот случаев, когда люди вот прикрывались с какими-то травмами, да, вот, из прошлого. А потом подчиняли себе своих партнеров, вот, и в итоге отношения, как бы, отношения получались очень зависимыми. Это при том, что люди каждый раз действительно верили, искренне верили в то, что они действуют так из, ну, вот, из своего прошлого опыта, из своих, значит, ну, каких-то определённых ценностей, своих определённых переживаний. И, на мой взгляд, это, конечно, ну, довольно-таки грустно, когда подменяются понятия. Вот. Кроме того, если у мужчины не вышло, например, забыть ещё, допустим, свою жену, да, вот, то вполне может быть, что вы будете чувствовать себя так, как будто вас не сравнивают с, ну, вот, с предыдущей женой, с бывшей женой. Он мой себя сравнивает. И странно часто, странно часто работают в самом другом направлении. Ну, вот. Понимаете? Поэтому я могу достаточно, я могу достаточно эмпатично отнестись к неудачному опыту мужчину, но как психолог я понимаю, что и его ответственность, ответственность мужчинам есть также в том, что, ну, произошло, и нужно этот момент понимать. То есть нужно понимать, что ответственность не только на его жене, но и на нём тоже, вот. И если человек, который не признаёт, то есть не признаёт наличие, ну, у себя ответственности, то мы имеем дело с человеком, который склонен к тому, чтобы быть жертвой, мы имеем дело к тому, что человек склонен склонен, он может винить всех людей вокруг, кроме самого себя. Ну и, соответственно, мы имеем дело с вами, с человеком, который, скорее всего, скорее всего, это не точно, но скорее всего, у которого занижена смартинка. то есть это вот то, что мы имеем, то, с чем мы имеем сейчас непосредственно дело. И честно говоря, мне бы хотелось ошибаться, я бы хотел быть неправ в этой ситуации, честно. А вот, ну, практика показывает, что очень часто, очень часто бывает такое развитие событий, которое я писал. И такое развитие событий, наверное, вам, я очень надеюсь, что вам такое развитие событий не хотелось бы. такого развитие событий и нам, поэтому я и пытаюсь, значит, как-то вас предупредить, чтобы вы не сделали ошибку. Вам никто не мешает поговорить сейчас с мужчиной, вам никто не мешает выразить сейчас свои чувства, вам никто не мешает сказать ему, сказать ему всё, как есть, вам никто не мешает и донести до него то, что вы, ну, ощущаете, то, что вам хочется. И посмотреть на его, в общем и целом, реакцию. Какая она будет реакция. И уже зависит от этой реакции, думать дальше. Вот. Потому что если человек, которому у тебя есть чувство, говорит тебе, что, ну, вот, он хочет того или иного, да, допустим. И если человеку не сравнил, он что-то делает. Вот посмотрите, что мужчина готов сделать, а потом честно спросите себя, достаточно ли вам. Потому что, на самом деле, нормы никакой нет. Но её нет везде. Её нет в общении. Её нет в взаимодействии, нет в активности. То есть, нормы нет нигде. Норма определяет только ваше собственное ощущение. Комфортно вам или нет. Понимаете? И если вы уважаете своё чувство вот этой комфортности, то и вас будут уважать. И с вами в таком случае будут считаться. К сожалению, тоже не будут. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok